Рыболовная банда! Всем привет, друзья! У нас резкое начало этого видео. Не снимал я сборы, всякие подготовки и так далее. Нахожусь на водоеме Каневской, где сегодня стартует Кубок России, первый этап Кубка России по ловле карпа. Уже начинается жеребьевка. Сейчас самый, вернее, один из самых ответственных этапов в ловле. Пойдем жеребиться. В общем, будет интересно. Надеюсь, жеребьевка будет для нас удачной и станем в конкурентный сектор. Как минимум, будем бороться за призы и будем показывать вам много рыбы, всяких секретов. Поэтому не переключайтесь, а я пошел на жеребьевку. Город первый. Итак, пошла жеребьевка. У нас в этот раз сектора достались. Средние, желтые. Сектор номер 41. Зона С. В принципе, большая вода. Ну, недалеко от узкой части, но в целом на большой воде. Жеребьевка в целом доволен. Ну, теперь надо проверить, есть ли там рыба. Так, у нас 41-й сектор. Ветерок дует в наш край. Серега уже тут просто мощно раскладывается, все расчехляет. Ну, я сами понимаете, с чего должен начать. Уже сделал бутерброды, язык, или как язычок с курицей. Язычок с курицей. Ну, потому что приезжаешь голодный, начинаешь раскладываться, сил нету, настроение тяжелое. Так сразу покушал. И в бой. Тем более, нам разрешили раньше заносить вещи, но не только нам, всем. Потому что приближается фронт, обещают, в 2 часа дождь. Но у нас время есть. Сейчас 11 часов. Какое 11? 10 часов сейчас. 10, 30. Короче, время есть. Перекус и погнали. Итак, банды. У нас прошло чуть больше часа после старта. Шел дождик, поэтому снимать было неудобно. И вот у нас первая, первая поклевочка. Серега на вываживании. Дождик чуть стих. Хоть немножко, может, просохнем. А то, как бы, ветерок прохладный. Еще и дождик так себе. Не позагораешь. Есть. Такое дело. Размочили. О, нормальный карпец. Нормальный карпец. Первая, первая рыба. Привет. Ух ты. Опа. Там? Там. Замалый. Какой жук, да? Пока Серега не видит, покажем, что вот у него есть в заначках. Куча разных монтажей. Куча запасных удилищ. Катушки в разных сумках. Нас интересует вот эта катушка. Здесь стоит тонкая леска. И мы ее сейчас поставим на пуристу. На пуристу дистанс. Чтобы уйти в Чикаго. Традиционный рецепт от Санчеса. Что делать, когда не клюет? Чик. Только нарезали. Колбаска. Вот это, кстати, мясо делалось в наших пароконвектоматах нашим технологам. Пока мы ждали бойловую линию. Видите? Не проставил оборудование. Ау. И вот. Только порезали мяско. Как у нас поклевочка. Я думаю, мы тебя на вываживание переведем. Я готов. Сан, поставлю. Руку менять не будем, а вообще ты на поклевке. Забирай, забирай. У тебя длинная палка. Забирай. Сдалека забирай. О, хороший какой-то. Ого. Гарбатый. О, это хороший карм. Это кабанчик. Это кабанчик. Хорошая рыба. Хорошая. Килограмм 8. А то и 9. Глянь, какой кузатенький. Чик. 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 6, 590. 6, 590. Пойдет. 5, 120. 5, 120. Принято. Тут побольше. 6, 6, 6, 6, 460. 6, 460. 10, 510. Держите рыбу. 510. Хороший рыба. О, 7, 310. Ну, сырье. Ну что, надо сфоткаться. Ну что, у нас принесли протокол вечерний. Мы сегодня, оказывается, в лидерах. Занимаем почетную первую строчку турнирной таблицы с 9 рыбами и с весом 55 килограмм 770 грамм. Вот. За нами сектор 18. Это зона А. 6 рыб 42 килограмма. Ну и дальше меньше, меньше, меньше. На вечерний протокол. Это же еще не все. Еще с другой стороны. На вечерний протокол 10 команд было с нулями. 10 команд было с одной рыбой. Вот. Ну и половина команд по 2, по 3, по 4 рыбы поймали. Ночью сейчас уже было взвешивание. Мы довесили одну рыбу. Но сектора красные. 22, 24. Сдали по 3, по 4 рыбы. Поэтому нам нужно ночь продержаться. А днем идти в отрыв. Посмотрим. Сейчас пьем чай. Будем перекидываться. Работать. Опять ночь не спать. Друзья. Доброе утро. У нас прошла ночь. Мы выспались. Бодры и веселы. Но рыбы поймали мало. Нас с утра подвинули. Это было предсказуемо. Потому что многие сектора вчера еще не разловились. А сегодня как бы начинают набирать обороты. Тем не менее. С утра мы хорошо закормились. И уже поймали рыбу. Размочили утренний протокол. Серёня мощно продолжает кормить. Не приседая. Сейчас вам покажу протокол. И вкратце буквально расскажу. Кто где. Кто где. Значит. На утро. Первое место. 52 сектор. Это вон там за Серёня. Крайний сектор. Хорошилов. Чугунин. Стоят в углу. И ночью у них приплыли амуры. Они зафигачили амуры на 14410. Далее. Тридцать седьмой. Это вот с той стороны стоит справа от нас. Крайний тоже по-моему сектор. Не, не крайний. Тридцать с пятой крайний. Но тридцать седьмой хороший. Он там как раз стоит на выходе из узкой части в широкую. Ловят. Потом 22 сектор подловил. Двадцатый подловил. И мы на пятом месте. Видите, третье, четвёртое, пятое место. Одинаковое количество рыб. Но мы по среднему весу немножко проиграли. Вот. То есть пока мы в пятёрке. Но надо как бы набирать темпы и ловить. Так как мы вчера ловили. Уходить в отрыв. Надеюсь, рыба придёт. Уже, я же говорю, было сейчас последние полчаса две поклёвки. Одну взяли, одна сошла. Ну, надеюсь, разлоимся. Так, у нас третья поклёвка. Явно началось движение рыбы. Такой был паровоз нереальный. Не успел камеру положить. Пришлось подсекать. Ну, паровоз, не знаю, метров двадцать лески смотал. Друзья, продолжаем ловить на Кубке России. Первый этап. Сектор 41. Вот такой красавец. Порадовал нас. Первый, первый достойный сегодняшний трофей. Надеюсь, будем разгоняться и ускоряться. И ловить много рыбы. Тем временем, он только выключил камеру, у нас поклёвка. Дуплет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мою взяли. Сейчас Сергей Викторович вываживает, да вываживает. Прямо такая очевидная активность. Тух, тух, тух. Мы там, тут. По левому краю ловим. Справа что-то не очень. Пацаны уже полтора суток с нулём сидят. Что, пацаны опять вываживают? Что-то у них не получилось. Опа! Неплохой. Неплохой. Торпец. Десяточка подъехала. Прикольная штука. Зацените. Сергей Викторович замутил такую штуку. Паука поставил. И спокойно с рыбой работаешь. Никому не мешая. Осторожно. Больше 10 килограмм точно рыба. Долго снимать не будем, потому что времени осталось мало. А нам надо ещё покормить. Потому что такие поросяты, когда на точку заходят, пылесосят там всё очень быстро. Поэтому время не теряем. Продолжаем ловить и бороться за высокие места в турнирной таблице. Доброе утро, друзья. У нас прошла вторая ночь. Но, к сожалению, она опять-таки не принесла нам никаких результатов. Поймали одну рыбу вечером после взвешивания. И всего лишь одну рыбу поймали ночью. Сергей Викторович поймал, пока я спал. Потом мы поменялись. Я проверял все дистанции. Все. По точкам. Между точек. В общем, буквально там с шагом 20 метров перекидывался с тиками. И рыбы просто не было в нашей зоне. Ну, в целом, как бы наша зона половила плохо ночью. И только крайний сектор в нашей зоне половил там, видимо, из кишки к нему рыба приплыла на ближнячок. Вот. Днём подул ветерок. Начали кормить и, в принципе, уже поймали две рыбы. Ну, вот, конечно, надеюсь, что удастся нам днём рыбу подманить, потому что ветер развернулся в сторону широкой воды, большой воды. И будем оттуда стараться тянуть рыбу. Две рыбы в мешках. Сергей Викторович уже на меня криво косится, потому что я 30 минут вываживал одну рыбу. Это время он нервничал, курил, и мы не кормили. Теперь надо резко кормить и догонять. Поставлю еще 9 камеру наготове, чтобы, если была поклёвка, сразу вам показать рыбу. Работаем. А, по протоколу, не сказал. По протоколу мы снова на одну позицию просели, на пятое место. Четвёртое, третье место нам буквально там разница 10 килограмм. И на первом месте сейчас вышел 22 сектор. Они ночью сдали 8 рыб. Крайний сектор, красный. 8 рыб, конечно, их сильно поправило. Но ничего, боремся. Еще больше суток впереди. Надеюсь, свои рыбы раскормим и дадим бой за высокие места. Посредоточьтесь. Мы максимально собраны, но мы просто это... Не публичные личности. Будем вас перевоспитывать. Давайте, давайте, давайте. Скоро будут вас в магазинах. Давай, давай. И брать автобус. Внимание, вес. 4,490 зафиксируйте. Пойдет. 4,490. Отлично. То есть жена меня перевоспитывает, еще ты меня будешь перевоспитывать. Я тебя в правильном русле. Тогда я в охоту подамся. Потому что, блин, на рыбалку уезжаешь из дома. Чтобы тебя не перевоспитывает. Чтобы не перевоспитывает. Лучше не в охоту, это еще. Будьте любезны. Так. Позвольте. Конечно, у вас такая урасть прекрасивая, а не то, что мои каракули. Если я еще охотой займусь. Ну, смотри, я его фигурно. Раз. Если я летом на рыбалке пропадала зима на охоте. Отлично. Так они хотя бы рады, что я зиму дома. Так, ну что, продолжаем усиленно ловить. Добрый вечер, дорогие друзья. С вами SafeCov TV. Прекрасный закат. Сергей Викторович его прикрыл немножко спиной. Заляпанная, видите. Это не кровь карпа. Немножко подловили новичерки. У нас на взвешивание 5 рыб. Мы же приделали, а одно отломали, да? Да, потому что мы мощные, тяжелые ходим тут. Они постоянно. Я думал, они две сделали, а одно отломали. Хрустят и ломаются постоянно. Надо мне толстую. 4 350. Пойдет. 4 350. Это чуть побольше. Смонтировать будем. Витам, а, кстати, присылать мастера завтра. Да. Присылаем завтра. Так. Опять доска, что у всех, так скажем, новая. Говорят, наверное, первором, может, тоже 6. Ну да, у вас, таки... Нам новые-то постели. А ну, еще 6 820. Пойдет. 6 820. Это ужас. Я говорю, тут морскую болезнь заработает. Тоже все вот так. Он же... 4 450. Пойдет. 4 450. Ну да, там... Тропа большая. Поэтому я пьяный здесь вот здесь. Поэтому он в портеле там уже не встал. Пшшш. Ну куда, так хорошо себя вели все. О, Михалыч, что-то еще есть, что-нибудь? Да. Что у них там произошло, что так долго? 4 250. Ну, вон. 4 250. Нет, что-то... В мешке был тяжелее. Наверное, в мешке прокакался. Ну, он, наверное, у вас по десятку был, да, сначала? Угу. Он просто сейчас 5 килограмм 30 грамм. Ой, я же говорю, под пятерочку должен быть. Все, пока. Пока все. Сектор номер 41. Карп 4 350. Карп 6 820. Карп 4 450. Карп 4 250. Карп 5 30. 41 сектор, 5 рыб. Спасибо. Добрый вечер, добрый вечер. Зацените. Сегодня полевая кухня Санчес Китчен на выезде. Со стейками у нас не получилось. Стейки оказались, хоть их с хорошим сроком, но плохого качества. Поэтому заказали у коменданта курочку и жарим курочку с прованскими травами, специями и всякими вкусняшками. Короче, будет сегодня вкусно. Надеюсь, что рыба оценит наше старание и похлюет ночью. По вечернему протоколу мы, кстати, держимся на третьем месте. Вернее, не держимся, поднялись на третье место. Короче, ночью нам, к сожалению, не удалось располагать. Ну, если не считать одного мура. Клюнул он в три часа ночи. И такая была надежда, что, ну вот, сточки, которые мы кормили трое суток, клюнул в три часа ночи. Думаю, ну все, сейчас до утра мы там напялим рыбу. Не, одна рыба и все. Восемь, сто восемьдесят. Нормально. Восемь, сто восемьдесят. Таких десять штук до финиша? Да. И мы в призах, да? Да. Ну, что делать? Другие точки все проверяют тоже, перекидывали дистанцию. В общем, ночь отработали, отпахали. Нет какого-то чувства, сожаления, что мы что-то не доделали. Но рыбы не было. Надеюсь, что до финиша у нас будет активность, как было вчера-позавчера. Тогда мы, наверное, можем даже сможем зацепиться за призовые места. Сейчас, я думаю, что нас подвинули где-то опять, может быть, место на пятое в протоколе. Будем стараться. Еще есть время. Сейчас только семь часов утра, финиш в час. Есть время. Так что боремся до победного. Друзья, два часа до финиша. Сражаемся в упорной борьбе. Отстаем две рыбы от призового места. Поклевка. Валидол. Карвадол. Где мой карвадол, пацаны? Трудовая рыба вся в Чикаго не дает нам поближе половить. Король ближнячка в этот раз был на запасной площадке. Два пилюга. Да. Так нормально все еще. Да, пройду туда, на тот край. Банда. Вы все видели. До финиша чуть больше часа. Этой рыбой мы точно... Этой рыбой мы точно отыграли отстывание. Но теперь нужно еще ловить такую рыбу, чтобы постараться обойти соперников. Потому что мы там все очень близко и очень ровно. Хорошая рыба. Я думаю, килограмм 11. Тихо. Вообще, по-моему, не устал. Смотрите, какой красавец. Надеюсь, эта рыбка нам поможет достать призовое место. Класс. Еще час. Работаем дальше. Победителями первого этапа Кубка России в дисциплине ловля карпа парные соревнования. Тут из-за четвертого года. Всем пока. Он пишет или просто пишет? Это просто пиздик. Сотрудничать надо с ними, а не конкурировать Все друзья, закончился первый этап Кубка России по ловле карпа В упорной валидольной борьбе нашей команде удалось занять пятую строчку турнирной таблицы Очень хороший результат, ну чуть-чуть не добрались до тумбочки, но ничего страшного Причем у нас рыб больше на две штуки, чем у четвертого места, чем у третьего места Низкий средний вес, но ничего страшного, надо побеждать с доминацией Поэтому показали конкурентную борьбу, отличный результат для молодой, новой, подающей надежды спортивной команды Надеюсь, в следующем этапе выставим еще лучше, будем стараться и все для этого сделаем Ну а вы подписывайтесь, не забывайте подписываться, ставить лайки, ставить комментарии Я стараюсь читать все ваши комментарии, отвечать Всем спасибо за поддержку, кто болел, кто смотрит мое творчество До скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok